Всем привет! В этом видео мы обсуждаем такой вопрос, как подзимний посев моркови, преимущества, недостатки и, конечно же, раскрываем технологию этого процесса. Ну что, поехали? Традиционно в начале видео перечисляем все преимущества подзимнего посева моркови. Несомненно, самое первое и важное, которое вы получаете от подзимнего посева моркови, это сохранение почвенной влаги. Когда мы высеваем морковь весной или в июне месяца, очень часто случается так, что влага быстро испаряется, в почве элементарно ее недостаточно, а, как мы знаем, семена моркови достаточно туго всхожие, и поэтому могут пролежать в почве до 2-3 недель, и, соответственно, весенние всходы, как правило, более растянутые, не такие дружные, как от подзимнего посева данной культуры. Второе преимущество, которое мы получаем от подзимнего посева моркови, это очень ранний урожай, очень ранние всходы. Когда мы высеваем морковь ультраранних или ранних сортов весной, то она, как правило, уже готова к концу июня месяца. Что же касается нашего подзимнего посева моркови, то такая морковь формируется уже к началу июня месяца, и, поверьте, плоды сочные, выровненные, хрустящие, ароматные. Такой моркови летом точно не сформируется. Третье и очень важное преимущество подзимнего посева моркови, это то, что весной, когда морковь сходит, вредители еще спят, поэтому нет никакой угрозы того, что нападет морковная мушка и отложит яйца в корнеплоды, оставит там какие-нибудь свои ходы, и, соответственно, мы получим, как я уже говорила, корнеплоды товарные, сочные, выровненные и очень вкусные. В каждом процессе наряду с преимуществами есть и недостатки. К сожалению, недостаток характерен и для подзимнего посева моркови, и связан он с обильными длинными оттепелями, которые очень редко свойственны для наших зим, но иногда случаются. Морковь – та культура, семена которой сходят уже при температуре плюс 3 градуса, и если оттепель достаточно продолжительная, порядка 7-10 дней, температуры устойчиво плюсовые, и дневные, и ночные, есть вероятность того, что при слабо промерзшей земле морковь тронется в рост, при возвратных заморозках, к сожалению, всходы погибнут. Но это, скорее, правило из исключения для наших широт. А теперь перейдем к технологии. Самое первое, что необходимо сделать при подзимнем высеве моркови, это определить место, на котором она будет расти. Место должно быть самое теплое, самое солнечное, хорошо освещаемое, оно не должно находиться на склонах и на подтапливаемых участках. Иными словами, мы должны размещать морковь, которую высеваем осенью, на самых освещенных участках своего огорода. Не забываем, что лучшими предшественниками перед морковью будут, например, бахчевая культура, к которым относятся арбуз, дыня, также луки, капусты, томаты и, конечно же, картофель. Это те культуры, после которых можно и нужно высевать морковь. Следующее, что нам нужно предпринять для подзимнего высева моркови, это приготовить грядки заблаговременно, до наступления заморозков, до того периода, пока мороз не сковал землю. Для этого при необходимости повышаем плодородие почвы, вносим перепревший компост или навоз из расчета одно ведро на метр квадратный. Также не лишним будет раскисление почвы. Осенью подойдет внесение известигашины или доломитовой муки. Также можно вносить любые карбонатные соединения, например, мел. При желании можно внести небольшое количество калийных и фосфорных минеральных удобрений, которые постепенно будут усваиваться растущими корнеплодами. После того, как мы подготовили грядку для моркови, переходим к формированию рядков. Если мы будем высевать только одну морковь, то достаточно между рядами установить расстояние 15 см. Если мы будем высевать одновременно морковь и лук, а это совместные посадки и культуры морковной и луковой очень хорошо себя чувствуют вместе, то тогда необходимо предусмотреть более широкие между ряде порядка 20-25 см. Не забываем, что подзимний посев мы ведем действительно под зиму. По мере того, как температуры ночные и дневные будут устойчиво холодные, порядка минус 3-4 градусов. Соответственно, земля будет подмершая. И для того, чтобы укрыть подготовленные рядки с высевыми в них семенами, нам необходимо приготовить укрывную почвосмесь. Для этого можно поступить достаточно просто. Взять две части земли, одну часть компоста, одну часть торфа. При желании необходимости раскисления почвы можно добавить также один стакан золы или один стакан мела. Всю эту почвосмесь перемешать и оставить в теплом помещении. После высева семян этой почвосмесью мы рядки и укроем. Как я уже говорила, высев семян необходимо предусмотреть, когда и дневные и ночные температуры будут устойчиво прохладными. Например, дневные на уровне нуля, ночные на уровне минус 3-4 градусов. То есть, когда нет вероятности какого-либо потепления. И высев моркови в наших условиях можно начинать от середины ноября до начала декабря месяца. Как же мы будем высевать морковь? Первое, самое важное, это должны быть сухие, незамоченные, непророщенные семена. Второе, что необходимо предусмотреть, это увеличение норма высевала моркови минимум в 3-4 раза, поскольку температура, в которой будут находиться семена, она отсеет все лишние семена, все хилые, недоразвитые и взойдут самые лучшие, самые выполненные, самые сильные семена, которые впоследствии нас порадуют прекрасным урожаем. Также необходимо предусмотреть выбор не ранних и среднеранних сортов, а среднепоздних и поздних. Классические сорта для подзимнего посева моркови это нанская, московская зимняя и, например, лосиноостровская морковь. После того, как мы высели семена, укрыли их почвой смесью, можно замульчировать любыми растительными остатками, например, цветами, ботвой, для того, чтобы влага удерживалась в почве и семена не испытывали водного стресса. В таком виде отправляем грядки под зиму и по мере того, как приходит весна, снег начинает таять, можно предусмотреть легкое укрытие. Взять небольшие дуги, тот же самый спонбонд, это все будет гарантировать то, что морковь не повредится возвратными заморозками, которые очень часто случаются весной. И если вы не успели высеять морковь в грядке, а уже выпал снег, заледенела почва, то отчаиваться тоже нет смысла. Достаточно разгребсти снежный покров, просыпать семена моркови, обратно все замульчировать снегом и спокойно дожидаться ранних весенних всходов. И по-прежнему напоминаю, что не забываем об укрытии моркови, например, спонбондом. На этом я с вами прощаюсь, оставайтесь на канале Процветок, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok